Всем привет! Это новости из Турции. И сегодня не очень приятные новости. В Турции камнепад и оползнь накрыли автодорогу. Раздавило несколько машин, погиб человек. Около 8 утра 1 июля на Черноморской прибрежной дороге между городами Хопа и Кемальпаша сошел оползень. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек. Еще двое пострадали. Камни повредили грузовики, припаркованные на обочине. Переходим к следующей новости. Российский турист погиб в результате ДТП с мотоциклом в городе Аланье на юге Турции. О гибели гражданина РФ сообщили в Генконсульстве в Анталии. Генконсульство подтверждает гибель российского туриста 1980 года рождения в результате ДТП. Инцидент произошел в ночное время в Аланье 26 июня сего года. По данным правоохранительных органов, российский гражданин во время движения на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения и был сбит другим транспортным средством, сказали в депмиссии ТАСС. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи спасти россиянина не смогла. Ей осталось только констатировать его смерть. В Генконсульстве отметили, что обстоятельства смертельного ДТП выясняются. По данным местных СМИ, погибший 42-летний Руслан М. И дабы разбавить не совсем приятные новости чем-то более позитивным, вот еще одна новость, но уже с хорошей концовкой. В Турции спасли зависшую на парашюте россиянку с детьми. В Турции отдыхающие спасли россиянку с детьми, которая чуть не разбилась во время неудачного полета на парашюте за катером. Об этом сообщает местное издание. Уточняется, что инцидент произошел на курорте Белек в провинции Анталья, на пляже одного из пятизвездочных отелей. Российская туристка и две ее дочери решили опробовать парасейлинг. Во время проезда водитель катера, к которому был прикреплен парашют, не справился с управлением и из-за сильного ветра моторную лодку вынесло на берег, а туристки на парашюте зависли над сушей. На помощь россиянке с детьми пришли сотрудники соседнего отеля и туристы на пляже. К счастью, эта история закончилась хорошо. Все остались целы и невредимы, отделавшись легким испугом. Ранее в июне россияне признались в желании добавить экстрим в летний отпуск. Так, 19% соотечественников планируют во время отдыха заняться дайвингом, 15% хотят попробовать сплавы на каяках или байдарках, а 7% мечтают спрыгнуть с парашютом. Это были все новости на сегодня. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!